Ошибки признают. Директор констатирует, не было четкой цели на сезон. Это и сгубил баскетбольный Барнаул по итогу. Планировали постепенно вводить молодежь, а плей-офф и не думали. Однако проигрывать матчи не хотелось, и на горизонте со временем плей-офф замаячил. Решили усилиться опытными игроками. Правда, даже с ними проигрывали важные встречи. Тем самым по итогу сезона в плей-офф так и не попали. К тому же команду покинули мастеровитые баскетболисты. За ними ушел и главный тренер Олег Тен. Он сильно хотел побеждать. Но, может быть, даже больше, чем я. Ну, а смысл тогда, если в этом году у нас так происходит, давай тогда что-то менять. Нужно что-то менять. Сама ситуация этого просила. Говорит, ну, давай тогда расстанемся. После ухода Тена на пост главного стал Иван Датьев. До этого был в роли помощника. С его приходом ситуация не улучшилась, и Барнаул просто доигрывал сезон. Молодежь экспериментировала с различными тактиками. Все это привело к девяти поражениям подряд. Тренеры, да, неопытные, можно так сказать, там, разыгрывающие у нас тоже не особо опытные, если говорим про возраст, да. Игроки в целом, процент игроков были неопытные. Мы поплыли чуть-чуть, я не спорю. И, возможно, из-за этого показалось, что где-то микроклимат у нас ухудшился сильно. Но такого не было. Мы до последнего боролись. Сейчас у команды спортивный отпуск. Днем работают с юными баскетболистами, вечером тренируются сами. Что касается бюджета на следующий сезон, он планируется в размере 50 миллионов рублей. Открыт вопрос и по вакансиям главного тренера. Кандидаты есть, но директор не раскрывает всех карт. Одним словом, в следующем сезоне мы увидим большой баскетбол в Барнауле в слегка измененном виде. Данил Кузнецов, Дмитрий Дроздов. День с толком.